Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подвигу героев жить в веках – непридуманная история ветерана Великой Отечественной войны. Благоустройство города – это не только его украшение. В первую очередь, это создание удобного для жизни пространства. Работники коммунальных служб после критики главы города тщательно наводят порядок. Озеленяют набережную, обновляют дорожки и тротуарную плитку. На улице Горького подрядчики приступили к обновлению дорожной разметки – сплошных и прерывистых горизонтальных линий. Работы проводят с помощью специальной покрасочной машины. По новым правилам разметка наносится желтой и белой красками. Сотрудники предприятия «Зеленстрой» благоустраивают Анапскую набережную. Высаживают цветы, поливают клумбы, ухаживают за деревьями. При оформлении клумб и цветников специалисты используют новые виды растений. Это позволяет увеличить период цветения, придать зеленому наряду города яркие краски и формы. Визит на карточку Анапы стали цветочные фигуры, выполненные мастерами предприятия. Сейчас обновляют знаменитую конструкцию корабля с декоративной газонной травой и цветами. Молодцы! Все чистенько, все озеленяет, все растет. Цветочки стали сажать. Идешь, клумбы красивые, яркие, приятно на душе становятся. Красоты необыкновенно, особенно вот эти фонари. Сейчас цветами преобразилось все. Ну просто бесподобно. Я первый раз в Анапе влюблена. Утопающий в зелени, наполненный яркими цветущими красками город-курорт Анапа – вот задача, которую ежедневно надо выполнять. Благодаря профессионализму анапских озеленителей, город с каждым годом становится краше. У вас здесь не стояло. В Анапе продолжают выявлять водителей-нарушителей, которые неправильно паркуют свои автомобили. Аресту подлежат транспортные средства, припаркованные в зоне действия, запрещающих дорожных знаков и разметки. Все чаще водители стали парковаться, не соблюдая норме правил. Эвакуатор увозит автомобили, стоящие на автобусных остановках, пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними и на тротуарах. Исчезнуть неожиданно для водителей могут и авто, создающие препятствия для движения других транспортных средств. На улице Ленина в районе городского суда владельцы машин паркуются в зоне запрещающего знака и прямо на пешеходном переходе. Нарушителей много. Одному эвакуатору разгрузить этот участок дороги невозможно. Административный штраф полторы тысячи рублей по статье 12.16.4. Нарушение требования знака 3.27. Остановка, стоянка запрещена. За данное нарушение эвакуируется транспортное средство на специализированную стоянку РОДПС города Анапа, Пионерский проспект 83. Узнать о местонахождении автомобиля, если он эвакуирован, можно по телефону 330-02. Помимо административного наказания штрафа, водителю придется оплатить все расходы за перемещение и хранение задержанного транспортного средства. Возможно, после таких санкций водители, оставляя машину в неположенном месте, будут помнить о том, что по возвращении могут просто-напросто не обнаружить свой автомобиль. И к другим темам. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередной прием граждан. О том, с какими проблемами главе города обращаются анапчане, расскажем прямо сейчас. Разногласия с управляющей компанией, капремонт многоэтажек и благоустройство доваровых территорий, проблемы регулирования земельных и имущественных отношений. Главе города-курорта анапчане обращаются самыми наболевшими вопросами. Один из первых вопросов озвучили обманутые дольщики. Проблема в недостроенном многоквартирном доме на улице Парковая, 60. Представители анапчан, вложивших средства в его строительство, попросили Сергея Сергеева о помощи юристов администрации. Мэр Анапы подчеркнул, единственное его поручение подчиненным – решить вопрос по закону. Юридическую помощь заявителям окажут. С жалобой на предприятие «Коммунальщик» Сергею Сергееву обратилась Антонина Тищенко, жительница дома по улице Ленина, 175. Руководство управляющей компании бездействует. Нет ни капитального ремонта многоэтажки, ни благоустройства дворовой территории. Более того, игнорируются все собрания жильцов. Право людей сменить управляющую компанию и в сложившейся ситуации это будет единственно верным решением, справедливо заметил глава курорта. И если понадобится помощь юристов, в администрации готовы ее оказать. Злободневный вопрос поднял житель Витязева Николай Панули. Предприниматель говорил о строительстве канализации в курортном селе. В обсуждении принял участие глава Витязевского сельского округа. По его словам, в этот четверг ему будут предоставлены проекты современных очистных сооружений. Предварительно определена необходимая сумма. К реализации проекта Леонид Кореофили планирует привлечь хозяев гостиниц, пансионатов и отелей. Смотреть, как бизнес подрывает экологию курорта, муниципальные власти не намерены. К тем, кто игнорирует закон, маскируя свои коммерческие объекты по ДЖС, но при этом потребляя воды намного больше положенной нормы, будут применять жесткие меры. В частности, установлены ограничители на вводе трубопровода к объекту, согласно нормативной договорной мощности. Такие же мероприятия будут применяться на объекты энергоснабжения. Продолжаем выпуск. Образцовые казачьи классы работают в сельской школе в Юровке. Юные казачата, кроме школьной программы, осваивают опыт, культуру и традиции предков. В обязательной программе «Строевая подготовка и основы православия» со школьниками-казаками познакомился Вадим Родин. Отряд с песней, шагом, марш! Солнце село за рекой, за рекой, Слые ветры беют войной, Возьми на птицах мой парад. Вот так по военному в строю из песни проходят школьные будни казачьего класса 18-й школы села Юровка. Строевая подготовка – одна из важных составляющих воспитания казака. Это и командный дух, и чувство надежного рядом плеча. Второклассники шагают пока не в попад, но видно, что стараются. А вот их старшие товарищи из 6-го А казачьего класса с троем ходят уже уверенно. Но строевая подготовка – лишь часть всестороннего воспитания подрастающего казацкого поколения. Кроме занятий по общеобразовательной программе, отпрыски казачьего рода занимаются физической подготовкой, участвуя в городских мероприятиях патриотической тематики. Любой из них, например, может собрать и разобрать автомат Калашникова за 27 секунд. И даже девочки. Без своих исторических корней любой народ катится, как перекати поле по миру. С этих слов начинается фильм известного журналиста Аркадия Мамонтова, в котором автор рассказывает об эти культуре и героических подвигах казаков. А еще о том, как они, казаки, были подвергнуты геноциду наряду с другими малыми народами. И о том, как возродилось и как крепнет казачество, прирастая новыми поколениями. Вот такими, как эти мальчишки и девчонки. Вы видите, что даже в те времена, когда казачество только начинало свое становление, даже цари поперек казаков не шли. Вот представьте, насколько это был сильный, своенравный, но сильный, умный и патриотический народ. Насколько они гордились своей национальностью. Они не считали себя русскими и украинцами, они были казаками. И, ребят, сейчас от вас, от вас зависит будущее поколение. Будут ли гордиться казаками? Все начинается с веры. Православная вера. Мы православны. И наша вера, как казаков говорят, за веру Кубань и Отечество. Вот за это мы жизнь свою дадим. Поэтому, чтобы все вы это поняли, что казачество начинается с веры, здесь же уважение к старшим, чтить традиции и обычаи казачества. Понятно? Фильмы о казаках, углубленное изучение культуры и истории казачества и военная форма, как дань традиции. Казаки были воинами, они защищали границы государства. Казачья и военная форма обязывают быть носителя сдержанным, дисциплинированным и гордым. Программа у них одна по обучению, программа одна. А воспитание кардинально разное. У нас строевая подготовка дополнительная, разборка-сборка автомата, метание ножей, мы еще они показывали. Мы ездим кататься на лошадях, они приобщаются к природе, к животным. То есть все совсем другое, намного больше, намного шире дети получают в воспитании. Но чтобы быть казаком настоящим, я считаю, что им нужно родиться или становиться им, начиная вот с детского сада. Мы сегодня смотрели фильм, если это закладывать с двух, трех лет, с пяти лет, то стать можно. А взрослым я сомневаюсь. Ну, мне нравится больше всего в казачьем классе форма, ну, то, что знаем, история нашего народа. Ну, у меня папа казак, он сказал, хочешь пойти в казачество. Я спросил сначала, что такое казачество, он ответил, это вера в Кубань, в Россию и Отечество. Мне нравится казачий класс, то, что мы почитаем обычаи наших предков, изучаем историю, принимаем участие в различных мероприятиях, связанных с казачеством. Пошли мы в этот класс, потому что решили попробовать. Это был, это первый класс был в нашей школе казачьей. Казаки, кроме защиты порядка на родной земле, стоят на страже веры православной. Юные казачата периодически группами посещают местный православный храм, где им рассказывают об основах православной веры и истории жизни Иисуса Христа. Вместе готовятся к церковным праздникам и ходят на службу. Гармоничное воспитание человека с большой буквы. Вот главная задача, которую ставит Ольга Мельниченко, основатель казачьих классов в селе Юровка. Ее работу можно по праву считать образцовой. Она воспитывает казаков даже из тех, кто родился не в казачьих семьях. У меня деды и бабушки, казачки и казаки. И мне хотелось как можно больше узнать для себя и приобщить к этому детей. Поэтому я сама захотела взять казачий класс, научить нашим казачьим традициям, кубанским, именно кубанским традициям. Я на них выросла. Раньше это все делалось тайком и крестили меня тайком. Сейчас, слава Богу, можно это все делать в открытую. Я решила, что дети должны знать свои корни. Без корней нет дерева, без фундамента нет дома, без традиций нет народа. Мало родиться казаком, им нужно еще стать. И для этого в Юровской школе есть все. Приближается День Победы, и мы продолжаем цикл рассказов о ветеранах Великой Отечественной войны. Для Марии Васильевны Вобликовой война началась 22 июня 1941 года, в ее день рождения. В этот день она получила повестку из военкомата. Потом война и долгожданная победа. Как сегодня живет ветеран войны и труда, узнала наш корреспондент Лариса Басова. Марию Васильевну Вобликову после трехмесячных курсов связисток отправили на Третий Белорусский фронт. С первых дней она была уверена в победе страны советов над фашизмом. Политрук был, ну они же были тогда в возрасте, все вот эти офицеры. И когда сидел с нами, разговаривал уже после политзанятий, говорить. Вы знаете что, Россия наша, она непобедимая. Вы же видели, какие наши солдаты, конечно, видели. Наши солдаты русские, они все стойкие, все выносливые, они всякую тяжесть вынести. Каждый солдат и офицер получал письмо. Сожженная деревня, эту гнали сестру, прямо с детьми убили мать, отцу, вот так было. Я желаю всем и молодым, чтобы любили родину, и если нужно, идти защищать. Победу Мария Васильевна встретила в Кенигсберге. Пять лет лишений сыграли решающую роль в выборе профессии. Вспоминает, как голодали войну, и как по-детски хотелось конфет и пирожных. Поэтому Мария Васильевна стала кондитером. Я любила сладкое все и получила аллергию на шоколад. Я же передавик производства. Пятьдесят человек учеников было, молодежи учила. Больше сорока лет Мария Васильевна работала. К боевым и юбилейным в честь Дня Победы наградам прибавилась медаль «Ветеран труда». Так распорядилась жизнь, что Мария Васильевна пережила мужа и двоих своих детей. В этом году ей исполнится 93 года. Частые гости семеро внуков и трое правнуков помогают по хозяйству. Хотя Мария Васильевна сама ходит в магазин, поликлинику и ежедневные прогулки считает обязательными. Заботливую компанию ей частенько составляют соседи и квартальный тост номер 13 «Надежда Косова». Ветеран благодарна за заботу всем. Подарки, внимательные, открыточку, поздравляют. Она открытки просыпает ни разу, она не обидит никого. Все приносит, поздравляет. Соцзащиты, привилегия. Пожалуйста, иди у нас не в очереди, поликлинику. У нас отдельное все. Пятая регистратура. Я только позвоню, Мария Васильевна, талончик готов. Мария Васильевна, несмотря на такие жизненные испытания, остается светлой и улыбчивой. Умеет радоваться солнцу, весне, теплу и считает жизнь подарком и счастьем. Это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 24 апреля, в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы 14-16, ночью около 11 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 13 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.